Добрый вечер. Мы сегодня с вами собрались на семинар налоговый практикум 2018, как вернуть или вообще не платить налоги. Семинар проводит преподаватель учебного центра специалист Ганжа Людмила Юрьевна. Работаю в этом центре больше 10 лет, а также поддерживаю практику, практикующий бухгалтер старш профессиональной деятельности более 20 лет. Работала во многих видах деятельности компания, это и торговля, и производство, и строительство. Компании работали и на общем режиме налогообложения, и на упрощенной системе, и на ИНВД. Большой опыт ведения централизованного руководства всеми подразделениями бухгалтерии, составляли бизнес-планы, оптимизировали финансовые потоки и оптимизировали налогообложения. Если у вас будут возникать вопросы по ходу, пишите их, пожалуйста, в чате, постараюсь на них ответить, на большинство как минимум. И сегодняшнее наше занятие, семинар коснется двух категорий плательщиков. Это физические лица и юридические лица. Начнем мы с физических лиц, потому что уплата налогов многими, в общем-то, воспринимается как некая сложность, возможно, или же наоборот, многие даже не догадываются о том, какие налоги мы в своей жизни уплачиваем. Мы не замечаем налоги, потому что сами их не платим. Почти всегда налоги за нас платит работодатель или кто-то еще. Ну, например, с каждой заработной платы у нас удерживают налог на доходы физических лиц в размере 13%. Мы чаще знаем с вами о том, сколько денежных средств мы получаем на руки, нежели чем свой оклад в трудовом договоре, соответственно. Например, со 150 тысяч рублей удерживается 13%, 19,500, и человек получает на руки практически на 20 тысяч меньше, то есть 130. Далее, мы не замечаем, как платим каждый раз, когда что-то покупаем в магазине, 18%, добавленные к цене. Например, мы купили продуктов на 3 тысячи рублей, и государство с этой суммой ушло 458 рублей. Купили машину за 1 миллион рублей, и государство заработало 152 542 рубля. Как правило, ценники в магазине уже содержат сумму налога, уплачиваемую в бюджет. И, конечно же, налог на добавленную стоимость изымается из кармана тех людей, которые осуществляют покупки, а вовсе не компании, которые ведут учет этого налога, ведут всевозможные записи в книге покупок, в книге продаж, сдают декларации. Но, тем не менее, каждый раз к цене, которую они бы готовы были получить себе на расчетный счет за оказанные услуги, выполненные работы или проданные товары, каждый раз к этой цене прибавляется еще 18-10% в зависимости от ставки налога по тем товарам, которые продаются населению. Еще есть налог на имущество, транспортный налог, есть налог на другие виды деятельности, которые приносят дополнительный доход. Часть уплаченных налогов можно вернуть. Есть у нас с вами в налоговом кодексе статья 218, она называется «Стандартные вычеты», «219 социальные вычеты», «220 статья налогового кодекса имущественные вычеты». В этих статьях прописаны суммы, которые вы можете не облагать налогом. Но изначально, если вы купили квартиру, оплатили обучение, лечились за деньги, покупали полис добровольного медицинского страхования, инвестировали деньги через индивидуальный инвестиционный счет или переводили деньги на благотворительность, то вы можете вернуть до 13% от уплаченных сумм, но здесь законодатель у нас ограничивает предельную величину, то есть есть установленные лимиты. Например, если вы покупаете жилье, можно вернуть до 260 тысяч рублей при условии, что вы этот налог заплатили в бюджет из ваших доходов, возможно, заработной платы и так далее. Здесь самое главное не запутаться, потому что все вычеты, о которых я сейчас рассказываю, предоставляются по доходам, которые облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. То есть сюда не входят доходы физического лица, индивидуального предпринимателя, который, например, работает на упрощенной системе налогообложения. Сюда не входит налог, единый, который уплачивается при системе налогообложения ЕНВД или тот налог, который ИП заплатил, например, в виде патента. Мы говорим с вами о возврате налога из бюджета при условии, что вы платили именно НДФЛ. Итак, если вы покупаете жилье, то вычет у нас равняется 2 миллионам рублей, но на ваш расчетный счет возвращается 260 тысяч рублей при условии, что, еще раз повторю, вы в этом году такую сумму налога заплатили. Если вы не заплатили 260 тысяч рублей за год, то вы можете оттянуть получение этих средств на несколько лет. То есть по мере оплаты вами в бюджет сумм налога вам налоговая будет эти деньги возвращать. Либо вы можете получить уведомление в налоговом органе, принести своему работодателю, и работодатель не будет удерживать у вас из зарплаты налог до тех пор, пока ваш доход не достигнет 2 миллионов рублей, а налог, рассчитанный, не достигнет суммы 260 тысяч рублей. Если вы покупаете жилье по ипотечному кредиту, то по ипотечному кредиту вы также можете претендовать на вычет в размере 3 миллионов рублей, необлагаемой суммы процентов по кредиту, и вернется вам на счет 13% от этой суммы, то есть 390 тысяч рублей. Если же мы говорим с вами про ДМС, говорим про ваше лечение, обучение, то вы можете вернуть до 15 600 рублей за год. То есть это у нас необлагаемая сумма 120 тысяч рублей в сумме за все ваши расходы, связанные с лечением, обучением и так далее. Вы также можете претендовать на социальный вычет в виде благотворительности. Но опять же, есть четкий перечень расходов, которые вы можете заявить, подав декларацию, связанную с благотворительностью. Об этом написано в 219 статье в пункте 1. Вы можете также получить вычет в размере 50 тысяч рублей, то есть необлагаемая сумма налога 6,5 тысяч рублей обратно себе на расчетный счет, если у вас учится ребенок или брат или сестра. В этом случае на каждого вашего ребенка, брата или сестру, вы можете заявить социальный вычет, и вам на счет за каждого ребенка в год может возвратиться 6,5 тысяч рублей. Что нужно сделать? Нужно подать заявление на вычет на следующий год после уплаченных расходов, собрать документы об оплате, взять на работе справку 2 НДФЛ, заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ. Этот пакет документов можно переслать в адрес налоговой инспекции по месту своего жительства. У инспекции 3 месяца на проверку документов и еще 1 месяц на то, чтобы перечислить денежные средства на тот счет, который вы укажете в заявлении. На сайте налоговой федеральной службы вы можете найти по пути, там главная страница, физические лица, граждане платят налоги на выплат, налог на доходы. И здесь очень подробно расписано, что вам нужно будет сделать для того, чтобы получить обратно денежные средства. Например, я сдавал или продавал недвижимость, я занимаюсь там каким-то, какой-то деятельностью, хочу получить налоговый вычет. Например, хочу получить налоговый вычет, спрашивается, какой вы хотите получить налоговый вычет. И, соответственно, ну, например, имущественные налоговые вычеты при приобретении имущества, при продаже имущества, образец. И здесь есть даже примеры заполнения налоговых деклараций и перечень документов, которые вам нужно будет предоставить. И даже образец заявления есть. То есть, воспользовавшись этими всеми ресурсами, вы сможете вернуть часть денежных средств, вами уплаченных на лечение, обучение на суммы, связанные с покупкой недвижимости или же получением ипотечного кредита. Итак, сайт налог.ру, физические лица, налог на доходы физических лиц. И там мы с вами увидели налоговые вычеты. То есть, часть уплаченных налогов можно будет вернуть. Сейчас очень популярна у нас становится с вами жизнь за границей. И работать многие хотят удаленно. Интернет нам эти функции позволяет выполнять. Но помните, что если вы будете жить за границей, то налоги увеличатся. Если вы проживаете за границей более чем 183 календарных дня в году, то вы теряете статус налогового резидента. 183 календарных дня – это полгода и еще один день. Есть, конечно, некие трудности с получением ВИЗ. То есть, возможно, у вас есть вид на жительство или же может быть гражданство в другой стране. То есть, соответствующий статус. Тогда вы становитесь резидентом той страны. Никто не мешает вам работать в двух странах. Но поскольку вы гражданин Российской Федерации, вы уплачиваете налоги здесь, в Российской Федерации. Но, потеряв статус резидента, нерезиденты начинают платить налог на доходы в размере 30%. Кроме того, помните, сейчас я вам рассказывала о том, что право на вычеты, на недвижимость, на ипотечный кредит процента и так далее, вы можете получить только лишь с доходов, которые облагаются по ставке 13%. Соответственно, если вы работаете удаленно, живете за границей, обратно не возвращаетесь быстро, то вы теряете статус и вычеты тоже не сможете получить. Например, ко мне обратились друзья за рубежом, которые хотят получить вид на жительство в той стране, продать свою квартиру здесь, в России. Но вы должны понимать, что если вы будете продавать недвижимость здесь, в России, у вас будет доход получен здесь, на территории Российской Федерации. Если при этом не иметь статуса резидента, вы потеряете право на налоговые вычеты. Соответственно, придется заплатить налог со всей стоимости вашей продажи. Про общение с налоговой инспекцией. У нас, конечно, этот фискальный орган относится к категории самых прогрессивных, потому что очень быстро осваиваются интернет-технологии. И для общения с налоговой инспекцией, отслеживания, уплаты и возврата налогов совершенно необязательно туда ходить. Большинство операций можно сделать удаленно через сайт налог.ру, где мы с вами только что сейчас были. Вы можете подключить себе личный кабинет. Для этого надо будет один раз приехать в любую налоговую инспекцию с паспортом. Вам выдадут ваш логин. Обычно логин совпадает с вашим ИНН. И дадут временный пароль. Вы удаленно в дальнейшем через личный кабинет проведете регистрацию. Сможете поменять свой пароль на вам удобный. И после этого адрес инспекции можно будет забыть. Теперь про ваши доходы от продажи квартиры. Продавая квартиру, вы получаете прибыль. Прибыль облагается налогом в размере 13%. Прибыль у физического лица – это не прибыль организации. Доход физического лица полностью признается налогооблагаемой величиной. То есть расходная часть как таковая отсутствует. Например, вы продали квартиру за 5 миллионов рублей. В этом случае вам придется заплатить государству 650 тысяч рублей, то есть 13% от этой суммы. Что же касается исключений. Существуют ситуации, когда этот налог платить не нужно. Если недвижимость была куплена до 1 января 2016 года и была в вашей собственности 3 года или более. В этом случае у вас отсутствует объект налогообложения, потому что доходы от такой сделки не являются объектом налогообложения в соответствии с 217 статьей налогового кодекса. И налог вообще платить не нужно. Если же недвижимость была куплена после 1 января 2016 года и была в вашей собственности 5 и больше лет требуется вот такой уже срок. То есть после 1 января 2016 года 3 года заменили на 5 лет. Чтобы продажа вашей квартиры не являлась объектом налогообложения по доходам. Налоги можно уменьшить на расходы, понесенные при покупке квартиры. Вам в этом случае нужно будет собрать подтверждающие документы, что вы купили недвижимость за определенную сумму. И тогда вы будете 13% платить с разницы. Но не путайте, пожалуйста. Это не доходы минус расходы. В данном случае расходы, подтвержденные документами на покупку квартиры, вы заполняете в разделе имущественный вычет. То есть это некая необлагаемая величина. Ваши расходы потрачены на то, чтобы получить данный доход. И еще можно воспользоваться правом на налоговый вычет, который составляет 1 миллион рублей в год. 1 миллион рублей в год. То есть если вы продаете 2 или 3 объекта, у вас вычет получается 1 миллион в год на все ваши объекты. Поэтому имеет смысл растянуть это хотя бы на какой-то интервал времени. Это сумма, на которую уменьшается стоимость квартиры при подсчете налога. Например, если вы продаете ту же самую квартиру за 5 миллионов, то вы платите не 650 тысяч, а надо будет заплатить с 4 миллионов... А, 520. Надо будет заплатить с 4 миллионов 520 тысяч рублей, а не 650. То есть 130 тысяч у вас получается экономия. Это при условии, что если у вас квартира была в собственности менее 3 или 5 лет, если у вас отсутствуют документы, подтверждающие ваши расходы при покупке, например, вы вашу квартиру приватизировали, или получили в наследство, или подарили вам ее и так далее. Еще одну тему, которую хотелось бы обсудить. Если вы надумаете размещать денежные средства в банке, например, под вклады какие-то, под проценты. Конечно, банки не дают такие большие проценты, о которых мы сейчас будем говорить, поэтому такие опасности, в общем-то, нас поджидают крайне редко. Если ставка по вкладу на 5% пунктов больше ключевой ставки, то банк удерживает 35% с дохода, полученного сверх этой суммы. Например, если ключевая ставка у нас 7,75%, налог будет браться со вклада, ставка по которому превышает 12,75%. Если вы разместили 1 миллион рублей в банке под 13% годовых, налог будет удержан с 0,25% дохода, то есть 2,5 тысячи рублей. Из этой суммы удержат 35%, то есть 875 рублей. Налог в данном случае будет платить сам банк. Вам не придется сдавать налоговую декларацию и уплачивать этот налог, ввести расчет. Во многих случаях, конечно же, в отношениях с физическими лицами законодатель предусмотрел данные вопросы и делегировал необходимость уплаты налога в бюджет самому налоговому агенту, то есть посреднику, который выплачивает доход. Итак, еще раз повторюсь, банки редко предлагают такие высокие ставки, но, опять же, если это будет больше, чем ключевая ставка, увеличенная на 5% пунктов, понимаете, что у вас сумма процентов, которая будет вам зачислена на счет, попадет не в полном объеме, как вы, например, рассчитываете, а за минусом НДФЛ по ставке 35%. С чаевых не нужно платить налог. Этот вопрос актуален для барменов, официантов, работников гостиниц, представителей других профессий, где значительную часть дохода составляет благодарность клиентам. В 217 статье написана, это статья, которая называется «Доходы, не подлежащие налогообложению». Если вы получаете в подарок от других лиц, эти доходы не подлежат налогообложению, и чаевые, конечно же, подарок, поэтому 13% с них мы не платим. Но помните, что обязательным условием должно быть не включение чаевых в чек. Если же чаевые включены в чек, что очень часто практикуется за границей, может быть, обращали внимание, в чеке сразу выделяется сумма чаевых, то тогда с этой суммы организация оплачивает налог. Организация оплачивает налог. Этот доход является доходом организации. Придется также заплатить налог и за победу в конкурсах и лотереях. Если вы выиграли в лотерею, то нужно заплатить 13% от суммы денежной или от стоимости приза. Если вы играли в конкурсе, игре или еще каком-то мероприятии, которое продвигает какие-то товары или услуги, то налог здесь будет составлять 35%. Итак, наши все победные денежные средства. Лотерея – это 13%, конкурсы и мероприятия – 35%. Налог нужно платить, если стоимость подарка превышает 4000 рублей. На эту величину уменьшается сумма, которую нужно платить налог. Например, вы выиграли в лотерею 50 000 рублей. Вычитаем 4000. И, соответственно, налог платим мы с 46 000 рублей. Организаторы конкурсов сами заявляют налоговую услугу, что сделали вам подарок. Инспекция считает налог, выставляет счет на оплату. Если вы получаете денежными средствами – это один вопрос. Но если вы получаете материальные какие-то блага, то, соответственно, удержать у вас налог довольно-таки проблематично. Часто у строителей конкурсов закладывают величину налога в подарок так, чтобы после уплаты налога получалась круглая сумма. Например, 100 000 рублей. Если вы выигрываете, например, автомобиль, как у нас в поле чудес часто это происходит, то, возможно, повторюсь, я не была в этом, в бухгалтерии, в поле чудес, но, возможно, стоимость автомобиля увеличить еще на некое денежное вознаграждение и приз расписать как стоимость автомобиля плюс денежное вознаграждение. С денежного вознаграждения уплачивается налог, а автомобиль передается победителю. Очень часто такое бывает, потому что физическое лицо, получившее такой ценный дар, не всегда в состоянии самостоятельно заплатить денежные средства. Представляете, надо будет заплатить 13-35% от стоимости автомобиля. Это довольно-таки серьезная сумма, и не всем ею располагается. Ну и благо для наших иностранных товарищей мы, наконец-то, с вами не отстаем от стран цивилизованных. Ввели систему Tax-Free. Раньше иностранные покупатели не могли вернуть НДС, который уплатили в России. И когда мы возвращались из-за границы, нам очень часто на таможне задавали вопрос Tax-Free и предлагали вернуть сумму налога на границе. Для нас это было несколько удивительно, потому что в нашей стране такого не было. Сейчас же иностранные граждане, которые вывозят приобретенные товары за пределы Евразийского экономического союза, смогут вернуть НДС. Возврат действует при покупках в организациях розничной торговли, которые включают специальный перечень. Эти предприятия будут выдавать иностранцу чек для возврата налога, если сумма покупок в течение дня составит не меньше 10 тысяч рублей. И организация может самостоятельно вернуть ему эту сумму НДС, либо специализированная компания будет возвращать эти денежные средства, или на таможне. Ну и несколько неприятных ситуаций. Про задолженности по налогам. Если сумма задолженности по налогам превышает 3 тысячи рублей, например, вы не уплачиваете транспортный налог и уже в который раз просто игнорируете эти требования, не оплачиваете. То есть, если сумма задолженности по налогам превышает 3 тысячи рублей, то инспекция может обратиться в суд с целью взыскания налога и пени за просрочку платежей. Копия придет налогоплательщику. После решения суда за дело возьмутся приставы, которые снова напомнят о необходимости погашения долга или спишут его с банковского счета, вклада или дебетовой карты. Если денег на счету не окажется, то приставы могут арестовать имущество должника. Варвара задает вопрос, как платить налоги за сдачу жилой недвижимости в аренду? Необходимо ли становиться индивидуальным предпринимателем для этого? Нет, совершенно нет никакой необходимости оформлять вам индивидуальное предпринимательство, потому что вы не осуществляете предпринимательской деятельности как таковой, а вы получаете доходы от сдачи имущества в аренду. Вам надо будет ежегодно подавать декларацию 3 НДФЛ и уплачивать налог в следующем году до 1 декабря следующего года за год текущий. Например, в 2018 году вы получаете доходы, соответственно, подав декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля, вам в следующем году надо будет заплатить налог с этой суммы, которую вы в данном году получите. Если не заплатить много налогов, то суд может отправить в тюрьму. За уклонение от уплаты налогов или при внесении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность. Но пусть вас эти слова не сильно пугают. Посмотрите, какие суммы неуплаченных налогов должны проходить. Конечно, если у вас есть предпринимательство и вы получаете миллионы в год, то, возможно, у вас такая задолженность и будет появляться. Неуплата за 3 года более 900 тысяч рублей влечет возможное наказание, штраф до 300 тысяч рублей, либо штраф в размере дохода за 1 или 2 года, принудительные работы до года, арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до года. Если же сумма неуплаченных налогов превышает 4,5 миллиона рублей, то размер штрафа возрастает и принудительные работы более длительные, лишение свободы до 3 лет, тоже впечатляющая мера наказания. Но опять же, помните, это не ваш доход 4,5, это сумма налогов, которые вы не заплатили в бюджет. 198 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы с вами поговорили про налогоплательщиков физических лиц и несколько буквально моментов, которые хотелось бы обсудить с юридическими лицами. Можно было не включать в доходы раньше имущества, которые учредители передавали, чтобы увеличить чистые активы компании. И многие компании этим пользовались. Далее у нас были внесены поправки в статью 251. И льготу для поступлений с целью увеличить чистые активы отменили, но вместо нее ввели другую. А именно, компании не учитывают в доходах поступление от учредителей, которые оформили как вклады в имущество в соответствии с гражданским законодательством. То есть вы, учредитель, пополнил уставный капитал. Если оформить вклад неверно, поступление придется включить в доходы. Новую льготу стоит применять, если доля учредителя не превышает 50% или 50% ровно. Если же доля больше, чем 50%, то оформлять вклады в имущество вообще не обязательно. Вы можете спокойно получать финансовую помощь, подарки от учредителя, если его доля превышает 50%. И с этих сумм налоги платиться не будут. То есть это не будет являться объектом обложения по налогу на прибыль. Такой доход мы отразим в бухгалтерском учете, но не будем отражать в учете налоговом. И декларировать данный доход тоже не будем. Еще одно благо у нас появилось, очень интересное, еще пока не все компании, конечно, им воспользовались. Появилось такое понятие, как инвестиционный вычет. То есть расходы на основные средства можно возместить из бюджета полного объема практически. Раньше мы с вами списывали стоимость основных средств через амортизацию. Ну и могли также воспользоваться амортизационные премии в размере 10% либо 30% от стоимости основного средства. Очень часто от работодателей слышала просьбу включить какой-то расход. Давайте, говорит, что-нибудь купим для того, чтобы расходную часть увеличить и, соответственно, заплатить меньше налога. Но прекрасная была возможность 30% от стоимости объекта сразу же списать в первый месяц, когда начисляем амортизацию. Сейчас появилась статья 286.1. Очень рекомендую ее прочитать и ознакомиться с ней поподробнее. Вместо амортизации инвестиционный вычет уменьшаете вы непосредственно сумму налога в региональный бюджет. То есть даже вы не в расходы берете эту стоимость, а прямо из суммы налога вычитаете. Вычет равен 90% от стоимости основного средства или от расходов на модернизацию. Остальные 10% компания может списать за счет налога в федеральный бюджет. Вводить ли вычет решает власть региона. То есть здесь надо ознакомиться с региональным законом и посмотреть, есть ли такой инвестиционный вычет в нашем регионе. В вашем регионе, соответственно. Но прежде чем рассчитывать прям сумму, на которую вы будете уменьшать налог, надо сравнить ее с лимитом. Ввели этот лимит, чтобы налог в региональный бюджет нельзя было обнулить. Чтобы хотя бы 5% от ставки налога попадало в региональный бюджет. Вы знаете, что у нас сейчас 3% мы платим в федеральный бюджет и 17% в региональный бюджет. То есть можно будет просчитать сумму налога, но не более чем 12%. То есть при расчете лимита используем ставку налога, которая действует в вашем регионе. Может быть в вашем регионе это будет не 17%, а меньше. В регионе специально для расчета лимита инвестиционного вычета вместо 5% ставки могут ввести другую. Если вычет превышает лимит, то уменьшить налог можно на сумму, равную лимиту. Тогда остаток вычета вы вправе перенести на следующие периоды, если это не запрещает региональный закон. Если вы используете вычет, то вы также получаете право уменьшить налог в федеральный бюджет на 10% от первоначальной стоимости основных средств или расходов на модернизацию. Причем налог в федеральный бюджет можно будет снизить даже до нуля. В итоге компания сможет профинансировать за счет федерального и регионального бюджетов все 100% расходов ваших на основные средства. В предыдущих своих семинарах я рассказывала этот пример по учету основных средств, если кто-то слушал. Приводила этот пример, предлагаю вам его еще разок просмотреть. Что выгоднее, инвестиционный вычет или амортизация? Компания в феврале 2018 года приобрела и ввела в эксплуатацию легковой автомобиль. Автомобиль относится к третьей амортизационной группе. Срок полезного использования 37 месяцев. Первоначальная стоимость 500 тысяч. Доходы за первый квартал составили 30 миллионов, расходы 27 миллионов, то есть 3 миллиона прибыли. В данном примере давайте посмотрим. Вот у нас есть столбик расчет, если компания начисляет амортизацию и если компания применяет инвестиционный вычет. Итак, если компания начисляет амортизацию, то сумма амортизации будет 13 513 рублей, то есть 500 тысяч стоимости деленной на 37 месяцев срок полезного использования. 13 513. Таким образом, прибыль тогда составит, было 30 миллионов минус 27 и вычитаем еще сумму амортизации 13 513. Получается 2 миллиона 986 тысяч 486 рублей. Если это у нас с вами прибыль, мы умножаем ее на 17 процентов. Получается 507 703 рубля надо заплатить в региональный бюджет. И 3 процента это 89 595 рублей. Это налог на прибыль в федеральный бюджет. Если мы говорим с вами про применение инвестиционного вычета, мы считаем, стоимость автомобиля 500 тысяч умножаем на 90 процентов. Это 450 тысяч для регионального бюджета. Прибыль 3 миллиона. Нам нужно будет посчитать. Например, 5 процентов это предел, порог, ниже которого опускаться нельзя. То есть вам нужно будет с 3 миллионов заплатить 5 процентов, а на 12 процентов можно будет сделать инвестиционный вычет. То есть лимит составит 12 процентов от суммы прибыли 360 тысяч. Таким образом, налог на прибыль в региональный бюджет будет 3 миллиона на 17 процентов, минус 360 тысяч, то есть 12 процентов. Но можно было посчитать несколько иначе. Умножить просто на 5 процентов 3 миллиона и вы получите 150 тысяч, которые надо заплатить в региональный бюджет. Согласитесь, 150 тысяч или 507 703 рубля это совершенно разные деньги. Сумма, на которую можно уменьшить налог в федеральный бюджет 10 процентов от стоимости автомобиля. 500 умножить на 10 процентов получается 50 тысяч. Таким образом, налог на прибыль в федеральный бюджет составит 3 процента от 3 миллионов, это 90 тысяч, минус 50 тысяч сумма, на которую можно уменьшить налог в федеральный бюджет. И таким образом, в федеральный бюджет мы доплатим 40 тысяч. 150 и 40, 190, 507 и 90, это 600 тысяч практически. Экономия на налоги на прибыль за счет вычета у нас составит 410 тысяч. В отличие от экономии за счет амортизации 2703 рубля. Прогрессивная не всегда быстро воспринимается налогоплательщиками, но поскольку это правило начало действовать с 2018 года, право стало действовать с 2018 года, многие продолжают начислять амортизацию, причем амортизацию начисляют линейным методом. Хочу сказать следующее. Если вы задумываетесь об экономии денежных средств на вашем предприятии, озадачитесь разными методами начисления амортизации или же в налоговом учете воспользуйтесь инвестиционным вычетом, потому что как только будет введен в действие федеральный стандарт учета основных средств, вы без разницы все равно не проживете, все равно будут разницы в учете. Поэтому следите за новостями на сайте Минфина, узнавайте, когда будет вводиться федеральный стандарт учета основных средств. Готовьтесь к этому, и, возможно, инвестиционный вычет вам покажется очень приятным бонусом со стороны государства. Что у нас еще изменилось в этом году или изменится в следующем? Плательщики единого сельхозналога смогут перейти на уплату налога сельхоз, который сейчас, эта система налогообложения подразумевает освобождение от уплаты НДС, но они смогут перейти на двойную систему единый сельхозналог плюс НДС. Для чего? Если мы говорим с вами про спецрежимы, при спецрежимах организации их применяющие не являются плательщиками НДС, но, соответственно, они не имеют права взять НДС к вычету. Но если вы становитесь плательщиком НДС, например, торгуете на экспорт, вам гораздо выгоднее быть плательщиком НДС, нежели не быть им, потому что в данном случае вы сможете все суммы налога, которые вам предъявляют поставщики, заявить к вычету и возместить их из бюджета. При этом ваши продажи на экспорт будут облагаться по ставке 0%. То есть ваша цена закупочная товаров снизится на 18%, а продажная цена не будет облагаться налогом. Очень выгодная вещь. Раздельный учет по НДС надо вести по новым правилам. У нас есть покупки для деятельности. Если вы используете облагаемый НДС, то мы в данном случае берем входной НДС к вычету. Если ведете деятельность не облагаемый НДС, то, соответственно, включаем НДС в покупку, в стоимость покупки. Если же вы ведете деятельность как облагаемую, так и не облагаемую, и покупки делаете, и эти покупки будут использоваться и там, и там, то вам нужно будет делить входной НДС. Либо принимать к вычету полностью, если расходов на не облагаемый НДС деятельность меньше 5% от общей суммы расходов. Либо вы будете делить этот входной НДС пропорционально выручке от облагаемых операций, если у вас не выполняется правило 5%. Очень внимательно относитесь к статье 170 Налогового кодекса, проштудируйте ее. И определитесь с суммой налога, какой можно взять к вычету, какой нельзя взять к вычету. Про транспортный налог. Мы очень сильно переживали, покупая дорогие автомобили, что нам приходится платить налог транспортный с повышающими коэффициентами, и так очень высокие ставки по транспортному налогу на дорогие автомобили, у которых много лошадиных сил. Коэффициенты, повышающие 1,3 и 1,5 больше не применяются. То есть если легковой автомобиль стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возраст до 3 лет, считается с минимальным повышающим коэффициентом 1,1 к ставке, которая прописана в Налоговом кодексе. После 3 лет никакого повышающего коэффициента не будет. Вы будете платить по той ставке, которая принята региональным законом по транспортному налогу в соответствии с количеством лошадиных сил, которые есть в вашем автомобиле. Про движимое имущество. Тоже был неприятный сюрприз у нас с вами, когда мы в 2018 году столкнулись с фактом уплаты налога за движимое имущество. Если движимое имущество приобретено после 2013 года, появилась, вернее так скажу, наоборот, ушла льгота, действие льготы истекло 1 января 2018 года, но в 381 статье, 381.1 появилась фраза о регулировании этой льготы регионами. Срок применения льготы пролонгировать не стали, ввели ограничения по ставке, регионы могут установить свою ставку по налогу на движимое имущество, но не больше, чем 1,1%. То есть, если в вашем регионе не введена льгота, тот же самый транспорт, числящийся за компанией, облагается двумя налогами, и транспортным налогом, и налогом на имущество, движимое имущество, если вы купили этот автомобиль после 2013 года, и если ваш регион не ввел никакую льготу. Мы очень долго ждали от Москвы подобного решения. Пришло решение гораздо позднее. Посмотрите, закон Москвы был издан 21 февраля 2018 года. Они, правда, сделали улучшение нам условий с 1 января, и мы поэтому большинство компаний пересдавали уточненную декларацию на снижение этого налога. Закон вступил в силу со дня его официального опубликования, но распространяется на право отношений с 1 января 2018 года. Ненадолго они его нам ввели, есть у них время подумать, отменять льготу или все-таки ее продлять, потому что действие закона распространяется до 1 января 2019 года. Будьте готовы, следите за публикациями. Если у вас есть движимое имущество, вам нужно определиться, к какой амортизационной группе относятся движимое имущество. Если это 1-я и 2-я амортизационная группы, то налог платить не нужно. Если же это 3-я или с 3-й по 10-ю амортизационные группы, то вам нужно озадачиться как минимум двумя вопросами. Когда вы приняли на баланс? Если до 1 января 2013 года, то налог платить нужно. Если после 1 января 2013 года еще один вопрос задаете себе. Основные средства получили в ходе реорганизации, ликвидации или от взаимозависимых лиц? Да, тогда возможно вам нужно будет заплатить налог. Нет, тогда надо будет посмотреть на закон региона. Введена в регионе льгота, освободил ли регион от этого налога. А возможно есть льготы другого плана, снижена ставка по налогу. То есть с этими вопросами надо разобраться и определить для себя, облагается ваше имущество налогом на имущество движимое или нет. Применение положения российской системы налогообложения на практике, конечно, имеет множество нюансов, в которых начинающему, даже практикующему бухгалтеру порой не разобраться. Научиться правильно начислять налоги в соответствии с выбранным режимом налогообложения вам поможет наш новый курс «Практикум по налогообложению. Решение задач». Этот практикум является продолжением курса «Налогообложение. Ведение налогоучета. Проблемы и решения». Он поможет вам закрепить на практике навыки по начислению налогов, заполнить имеющиеся пробелы в знаниях. Программа в курсе включает решение 30 задач. Задачи разделены по пяти модулям. То есть практически все налоги у нас затрагиваются. НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги. Все задания приближены к реальным примерам. Большинство примеров взяты из реальных ситуаций. Они могут встретиться вам при составлении налоговой отчетности. И выполнение практических заданий позволит вам освоить приемы определения каждого элемента налогов, закрепить навыки исчисления налоговых платежей, заполнять будем с вами по каждому налогу налоговую декларацию. И пройдя курс, вы сможете самостоятельно исчислять основные налоги, вести налоговый учет, заполнять налоговые декларации по всем правилам 2018 года. Этот курс предназначен как для начинающих бухгалтеров, практикующих, специалистов, которые хотят расширить свои знания или отработать навыки, специалистам по финансам и кредитам, руководителям финансово-экономических подразделений, индивидуальным предпринимателям, руководителям предприятий, ну и, конечно же, студентам вузов. Обучение длится 24 академических часа, после окончания выдается свидетельство от центра или удостоверение о повышении квалификации. Ближайшая группа, которая будет стартовать у нас 3 сентября, будет проходить занятия по вечерам в среду и пятницу с 18.30 до 21.30. В очном формате можно подключиться по вебинару, очный формат будет проходить здесь, в комплексе Таганский. Либо можно посетить занятия с 1 октября по 5 октября, занятия проводятся ежедневно утро-день, то есть с 10 до 5 вечера, в формате открытого обучения. Про формат вы можете почитать на нашем сайте, присутствовать очно в комплексе Таганский, либо подключаться по вебинару. На этом я хотела бы закончить свое выступление и пожелать вам всяческих успехов.